МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День ВДВ – праздник для миллионов россиян, которые служили в Крылатой гвардии и продолжают жить с девизом «Никто кроме нас». Десантники с честью выполняли воинский долг в годы Великой Отечественной и участвовали в боевых действиях в Афганистане, несли службу в 1-м российском батальоне миротворцев и сейчас продолжают выполнять задачи в самых сложных регионах страны. В нашем городе свой профессиональный праздник десантники начали с торжественного митинга у Вечного огня. Что помнят о своей службе саровские десантники и что такое боевое братство на гражданке – в нашем следующем репортаже. Эдуард Половинкин с детства хотел быть военным. Всегда мечтал быть летчиком, а попал в ВДВ. На такой жизненный расклад не жалуется. Мечтал о небесах и желание исполнилось. Правда, вместо штурвала самолета всю службу были стропы десантного парашюта. Свой первый прыжок помнят и сегодня. Ничего, подготовились, прыгнули. Ни страха, ничего не было. Было ощущение такой вот восторга от этой высоты, от простора, от неба голубого. Такой же вот яркий был солнечный день. Как вспоминает Эдуард, отказняков в его призыве не было. Все прыгнули, все прошли крещение небом. По словам мужчины, бывших десантников не бывает. Любовь к синему небу и белому куплу над головой – это навсегда. Это же можно сказать и о понятии «боевое братство». Мы встречаемся все не только на день ВДВ. Мы все знаем друг друга, кто, где живет, как работает, кем, где, какие проблемы в семье. Для тех, кто в армии гордо носил голубой берет, 2 августа значит больше, чем собственный день рождения. И отмечать его начинают традиционным автопробегом по городу под голубыми с зелеными знаменами и громкими и протяжными гудками автомобилей. В Сарове уменьшилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Но возросло количество аварий с пострадавшими. Об этом сообщили сотрудники госавтоинспекции на встрече, посвященной результатам работы за первое полугодие. Стражи дорог поделились статистикой правонарушения и рассказали о самых частых причинах дорожно-транспортных происшествий. Ими стали проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Также один перекресток города попал в разряд аварийно-опасных. Подробности далее. По сравнению с прошлым годом почти в два раза снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. А также число аварий с детьми и наездов на пешеходов. Но отмечен небольшой прирост ДТП, при которых погибли и пострадали люди. За первые шесть месяцев этого года их произошло 40. Погибло два человека. В одном случае мы его, этот ДТП еще не сняли, водитель скончался не от травм, которые получил при дорожно-транспортном происшествии, а скончался от сердечного приступа, который у него случился перед непосредственно ДТП, в связи с чего и ДТП это и произошло. Второй это мотоциклист, ДТП с участием которого случилось на улице Дорожной. Основными причинами происшествия сотрудники дорожной полиции назвали несоблюдение очередности проезда, превышение скоростного режима, несоблюдение правил дорожного движения. Один из перекрестков города попал в разряд аварийно-опасных. Это расстояние не более 200 метров, на котором в течение года произошло 5 ДТП общего количества, либо 3 ДТП какого-то определенного вида. Аварийно-опасно признали перекресток Музрукова строителя Захарова. За полгода здесь произошло три столкновения с пострадавшими. В первом случае один из водителей не уступил дорогу при повороте налево. Во втором совершил выезд на красный сигнал светофора. В третьем не соблюдал безопасную дистанцию. Для того, чтобы снизить на этом участке количество аварий, уже соблюдены определенные меры. Там у нас, если вы заметили, уже практически каждый день в час пик работает инспира ДПС. И утром, и вечером. Потому что в соответствии с анализом, все практически ДТП произошли одно в утренний час пик, и два в вечерний час пик. Кроме того, уже установлены дорожные знаки ограничения скорости со всех трех направлений при подъезде к данному перекрестку. Потому что, сами вы понимаете, чем выше скорость движения, тем выше последствия ДТП. Вели и активную профилактическую работу. За полгода сотрудникам ДПС было выявлено более 7400 нарушений правил дорожного движения. А также задержано 139 нетрезвых водителей. В Нижегородской области стартовала акция «Собери ребенка в школу». Организаторами выступила служба судебных приставов. Судебные приставы будут приходить домой и на работу к должникам по алиментам, чтобы проверить их имущественное положение и бухгалтерию организации. Родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, могут привлечь к ответственности. За первые полгода в регионе привлечено уже более тысячи должников. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровщин предупредили об изменении в расписании поезда «Москва-Первомайск». Как сообщили в управлении Горьковской железной дороги, с 7 августа по 8 сентября время прибытия в город сдвинется. На станцию «Берещина» поезд будет приезжать в 6 часов 42 минуты вместо нынешних 5 и 40. На первое КПП состав также будет прибывать позже в 7.35. На городском вокзале поезд появится в 8.55. Отправление из Москвы останется неизменным в 20 часов 24 минуты. Прием офтальмолога в детской поликлинике временно приостановлен. Как сообщили в клинической больнице номер 50, в связи с тем, что врач ушел в отпуск, до 27 августа детей с острой патологией будут принимать во второй поликлинике, строго по направлениям от участкового врача-педиатра и по талонам. Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс социально значимых проектов. Жителям Сарова предлагают оценить реализацию проектов в нашем городе. Для этого необходимо на специальном интернет-ресурсе ответить на два вопроса. Какие из проектов «Росатома» вы знаете, и какие из проектов «Росатома» наиболее эффективно реализуются на территории вашего города? Голосование продлится до начала октября. Город-победитель получит 10 миллионов рублей на развитие гражданских инициатив. 11 и 12 августа на пляже озера Борового пройдет первенство по пляжному волейболу. Об этом сообщают в Центре поддержки предпринимательства. Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Для этого необходимо 11 августа с 10 до 11 часов пройти регистрацию. Летние каникулы – прекрасная возможность для школьников попробовать себя в чем-то новом и узнать много интересного и полезного. В Молодежном информационном центре в течение всего лета работает проект «Библиотечный дворик». Все каникулы сотрудники библиотеки проводят для юных книголюбов тематические занятия на открытом воздухе. В этот раз встречу решили посвятить популярному детскому произведению. Проект «Библиотечный дворик» существует уже несколько лет. С июня по август каждый четверг библиотекари города организуют для детей досуг с пользой тематические игровые программы, посвященные любимым книгам. Наши действия сегодня называются «Винни-Пух и все-все-все». Мы приурочиваем сегодняшний дворик ко дню рождения Захадыра Бориса Владимировича, вспоминаем сказку «Милна», на основе которой был написан наш русский «Винни-Пух». И мы помогаем детям узнать что-то новое и не забывать старое. Ребята под руководством библиотекарей разгадывали загадки, отвечали на вопросы и выполняли много других интересных заданий. Жене Крюкову в проекте «Библиотечный дворик» участвует не первый год. Сказка про «Винни-Пух» и знакомой девочке с малых лет. Она без труда отвечала на вопросы. Впрочем, из викторины она узнала и кое-что новое. Я сегодня узнала, что хотели подарить «Осликуя» не зеленый шарик, а красный. Я стараюсь ходить сюда часто. Мне сегодня особо понравилось участвовать в конкурсе. Самых сообразительных и активных ребят в конце мероприятия ждали вкусные призы. Каждый четверг «Библиотечный дворик» приглашает на свои интерактивные программы юных любителей книг, игр и развлечений, и тех, кто просто хочет с пользой провести время. Место встречи – улица Московская, 11, во дворе. Начало 18.00. Жилой комплекс «Саровская Ривьера» приглашает на фитнес-уикенд «Броскофитнес». Принять участие в тренировках на открытом воздухе смогут все любительницы активного образа жизни. Профессиональные тренеры проведут для саровчанок мастер-классы по зажигательной зумби, ободряющему функциональному тренингу и уравновешивающему бодибалансу. Кто и как может принять участие, расскажем далее. Лучший вариант для воскресного утра – занятие фитнесом в прекрасной компании и в живописном месте. Когда Ирина Полякова придумала свой фитнес-уикенд, она ни минуты не сомневалась, где его провести. Выбор сразу пал на жилой комплекс «Саровская Ривьера». У нас «Саровская Ривьера» очень красивая, и мы сейчас наблюдаем часто, что в социальных сетях многие выкладывают фотографии с «Саровской Ривьеры». Действительно, очень красивые виды. Здесь приятно находиться, здесь можно отдыхать. И, в принципе, сама по себе площадка огромная. Она позволяет расположиться практически в любом месте и позаниматься любыми делами. Можно просто позагорать, можно активно побегать, попрыгать. Зажигательная зумба, ободряющий функциональный тренинг и уравновешивающий бодибаланс. Программа тренировок подойдет каждой. Участие в фитнес-уикенде абсолютно бесплатное. Присоединиться к нему очень просто. Достаточно прийти 5 августа в жилой комплекс «Саровская Ривьера» к 10 утра в спортивной форме и с хорошим настроением. Весь необходимый для занятий инвентарь вам предоставят. Также абсолютно не важен ваш возраст и уровень спортивной подготовки. Любая девочка может прийти к нам на тренировку. Абсолютно с любой подготовкой у всех все получится. Мы везде будем контролировать у нас фитнес-уикенд будут проводить наши тренеры. И у нас всегда будут смотреть со стороны тренера, подходить где-то, что-то исправлять, помогать девочкам. Поэтому абсолютно без страха и риска можно прийти на тренировки. И еще один приятный бонус. Организаторы решили совместить тренировки с фотосессией. Так что на память об этом спортивном уикенде у вас останутся замечательные снимки. Итак, запомните и не пропустите. 5 августа, 10 утра, жилой комплекс «Саровская ривьера». Фитнес-уикенд от «Броска фитнес». До первого предсезонного хоккейного матча остались считанные дни. Первую товарищескую игру наши спортсмены проведут уже в эти выходные против клуба «Исасова». К активным тренировкам саровские хоккеисты приступили совсем недавно. К тому же ряды нашего клуба пополнили сразу несколько новых игроков. Поэтому предстоящий матч покажет, насколько саровчане готовы к сезону высшей хоккейной лиги. Команда Игоря Аверкина начала подготовку к новому сезону высшей хоккейной лиги еще в начале июля. В прошлом саровские хоккеисты показали себя достойно. Но в этом году из состава команды ушло 5 игроков. И новичкам придется не только поднимать свое мастерство, но и сыгрываться на льду. Первый товарищеский матч игроки хоккейного клуба «Саров» проведут уже 3 августа в городе «Сасова». Шанс каждому показать, что он наработал за сборы, как он готовился, как относился к работе. Каждая игра в сезоне, выкладываться. Тем более команда обновилась, много игроков новых появилось. Выходить на каждый матч, играть. В этом году в Федерации хоккея России приняли ряд важных решений, связанных с чемпионатом. Одно из них – смена наименования чемпионата высшей хоккейной лиги – принято в рамках международного сотрудничества. В новом сезоне соревнования будут называться «ВХЛ Кубок Шелкового Пути». В нем примут участие 29 клубов. В состав участников вошли новые команды из Тольятти, Ханты-Мансийска, Тамбова и Пекина. При этом лигу «ВХЛ» покинут команды из Нижнего Тагила и Китайской Народной Республики. Все изменения, наверное, полезны. Идут на расширение, значит, как правило, больше рабочих мест для ребят, больше ребят будет задействовано. Я думаю, что это пойдет только на пользу хоккею. Плюс к тому, что расширяются в Китае, где тоже поднимают уровень свой китайцы, которые хотят, чтобы их ребята тоже играли. Они подключают своих хоккеистов. Новый хоккейный сезон «Саровский клуб» начнет на выезде, а первую домашнюю игру наша дружина проведет в Ледовом дворце. 16 сентября против питерского «Динамо». Предстоящий сезон обещает быть захватывающим. Нашим спортсменам придется нелегко, поэтому в этом году им как никогда нужна поддержка болельщиков. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Ну а найти лакомство по душе можно во Дворце культуры и Досуговнеев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». С 3 по 5 августа в Центре культуры и Досуговнеев проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего 3 чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный, мед диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, и ларингиты, и ангины. Его очень и тоже хорошо кушают для профилактики. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 3 по 5 августа. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова